Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогой микрофон! Я принес сегодня сумбур вместо мыслей, но сумбур искренне меня беспокоящий. Началось все с того, что я прочел о том, что в городе Екатеринбурге властные структуры наехали, как сейчас говорят, на некую организацию под названием ура.ру. В моем случае очень хорошо, что я ничего не знаю про эту организацию. Ни что такое ура.ру, ничем они занимаются, никто там работает, никаких взглядов они придерживаются. Я вообще просто даже как-то не в курсе, чем в данном случае портал отличается от сайта. Ну, короче говоря, вы, наверное, все это читали, наехали власти на ура.ру, то ли там арестованы счета, то ли арестованы главные бухгалтеры, начинают там из девушки, из главного бухгалтера вымогать какие-то сведения, требовать каких-то там признательных показаний. Я этого ничего не знаю, и, как я уже сказал, в данном случае это очень хорошо. От чего? При всем моем сочувствии к судьбе сотрудников ура.ру, я буду говорить сейчас не о них, а о некоем тревожном симптоме, который эта ситуация выявила во мне самом. Я вдруг поймал себя на мысли, вернее, даже на ощущении, что мне совершенно неинтересно, за что наехали на ура.ру. Я вдруг поймал себя на мысли и на чувстве, что я давно уже отказываю нашей власти в презумпции невиновности. Вот ничего не зная ни про ура.ру, ни про то, чем они занимаются, ни про то, в каком состоянии их налоговые документы, их отчетность, ни про то, в каком состоянии находятся все их другие дела, я готов признать априори, что на них наехали несправедливо. То есть вот в последнее время, ну как в последнее время, давно уже, все, что бы ни сделала наша власть, я считаю неправильным, отчасти преступным и заведомо направленным против людей, против их попыток жить нормальной жизнью. И вот это, собственно говоря, меня тревожит более всего. То есть если таких, как я, в стране много, а почему бы мне такое и не предположить, то получается, что Россия населена в большой своей части людьми, которые крайне негативно относятся к нашей власти и в любом ее деянии, пусть даже, ну, самым, так сказать, благом, самым искренним и самым честным, видят негативную, преступную черную подоплеку. Вот эта ситуация лично мне представляется глубоко опасной, и если хотите, для меня она является базисом будущей гражданской войны. Если таких, как я, много, то получается, что, еще раз скажу, в стране живет несколько миллионов людей, а может даже несколько десятков миллионов людей, которые изначально не принимают существующую власть и отказывают ей во всем, в разуме, в честности, в искреннем исполнении своих обязанностей и так далее. Поэтому, ну, так сказать, фраза, которую я сейчас скажу, она глупая, но я ее скажу, на месте нашей власти. Я бы крайне обеспокоился этим вопросом. Отчего происходит так, что огромное количество людей негативно относятся ко мне, спросил бы я себя на месте нашей власти, независимо от того, что я делаю и говорю. Я бы, например, крайне обеспокоился этой ситуацией на месте также нашей церкви. Ведь что такое, собственно, церковь в любом развитом нормальном обществе? Церковь – это необходимый демпфер, прокладка между властью и социумом. Эта прокладка служит смягчению нравов с двух сторон. Вернее, должна служить смягчению нравов с двух сторон. Она должна, с одной стороны, вразумлять власть, взывая к милосердию, взывая к состраданию, взывая к милости. А с другой стороны, она должна взывать к социуму, взывая, собственно, к этим же чувствам – к разуму, милосердию, состраданию и справедливому отношению к поступкам власти. Я же вижу, например, что ни власть, ни церковь немало не обеспокоены тем, что в стране нарастают неразумные протестные отношения между властью и социумом. Что такое неразумные протестные отношения? Неразумные протестные отношения – это отношения протестные, основанные не на факте, который расследован и который выявил совершенно четко определенные незаконные действия со стороны власти или со стороны представителей социума. Неразумные протестные отношения – это априорные протестные отношения. То есть без всякого расследования, без всяких, может быть, даже фактов, не вникая в суть дела, огромное количество людей при малейших попытках власти что-то сделать, кричит «Ату его!», то есть «Ату ее!». Вот мое сегодняшнее частное мнение, конечно, никого не вразумит и эту ситуацию не исправит. Но я хотел бы, чтобы с двух сторон, даже с трех, со стороны власти, со стороны церкви, со стороны социума возникло тревожно-критическое отношение к самим себе. Власть должна, очевидно, обеспокоиться тем, как я уже сказал, что в стране нарастает количество людей, которые заведомо эту власть терпеть не могут. Люди, которые заведомо эту власть терпеть не могут, должны спросить себя, а всегда ли я справедливо отношусь к нашей власти? Почему я, не давая себе никакого труда разобраться в мотивах и глубинах ее поступков, заранее настроен против всего, что она делает? А церковь должна обеспокоиться тем, а почему я не примеряю обе эти стороны? Почему я не иду с одной стороны в народ, а с другой стороны во власть? Вот с этим монологом. Почему я не объясняю тем и другим, что нарастает неразумное априорное ожесточение и со стороны власти, и со стороны социума по отношению друг к другу? Почему я не пытаюсь их соединить? Вот если в ближайшие годы, не дай бог, в нашей стране разразится то, о чем писал Пушкин, я имею в виду бессмысленный и беспощадный русский бунт, то вот начало этого бунта мы видим сейчас, когда возникает, как я уже сказал, априорное, протестное со стороны социума, и наплевательское со стороны власти, и равнодушное со стороны церкви отношение друг к другу. Вот я хотел бы, может быть, кто-нибудь услышит эти слова и, наконец, беспокоится, я хотел бы сказать, что я, например, виноват в том, что не разобравшись в деле с ура.ру, я заведомо считаю, что ура.ру ни в чем не виноват, а во всем виновата власть, которая наехала на ура.ру из каких-то корыстных, грубых побуждений. Вот я в этом виноват, не разобравшись, я так считаю, и меня во мне это очень беспокоит. Давайте подумаем над этим все вместе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова